о розовый меня зовут диана мне 23 года я вообще богиня шоппинга ну как бы ну все ну вот это вот все сказано все просто вот дайте мне статуэтку и я уже домой к ребенке пошла и как пущу что для блеску глаз россия опаздывают пока никто не видит ну прям grande спасибо привет как тебя зовут таира диана я пою обо мне знают в америке потому что типа ариана гранде русская и прочее на меня выходили сми американские если честно я не понимаю зачем она под нею косит что внешность у нее достаточно своя интересная она могла бы найти свой какой-то индивидуальный стиль но нет нужно косить под кого-то чем ты занимаешься я мама в декрете администратор студии имею свой прокат одежды ну в принципе разносторонняя личность где одеваешься обычно везде я даже не брезгую покупать вещи в секунде понятно сочетание ее черных ботинок и черных носков длинных это больше похож на какой-то садовод стайл ого ого нифига себе меня зовут катя богданова я певица актриса блогер телеведущая журналист и миджмейкер меня зовут коляна должанский я рэпер с мариной рощи также я счастливый муж очаровательной богини шоппинга Кати Богдановой. А участник кто? Участник она, хедлайнер я. Я не понимаю, что забыл здесь Коля. К сожалению, я его знаю. Сложно представить такого человека, который его не знает. Даже те, кто не смотрит Дом-2, к сожалению, его знают. На богиню шоппинга мы пришли показать, что рядом с хедлайнером богиня. Мои конкурентки, у них челюсти отвисли. Выглядели примерно так. Меня зовут Катя. Я не для кровати. По профессии я журналист. По натуре дерзкий авантюрист. А еще профессионально пою. Двигаюсь сама, налево-направо не даю. Ну, в общем, жениха она нашла себе подстать. Сама она выглядит тоже не первой свежести женщина. Татуаж на бровях вот этот вот старый, уже синевой. Чтоб ваш тухлячок разбавить, мы сейчас жару дадим песней новой. Что ж, не надо? И жар этот будет звезда-то. Надо, Федя, надо. Манхэттен и Челси, Арбат и Ибица. Не стоит стесняться, чтоб счастья добиться. Под тенью созвездий, за над горизонтом. Шагаю по свету, маршрутом упертым. В общем, это полный кринж. Это полный кринж. Вот что это была за песня? Это вообще непонятное что-то. Вот что-что-что. Она даже пела не сама. Она пела под фанеру. Не стоит стесняться, чтоб счастья добиться. Меня зовут Заира. Я певица. И вообще, как профессиональный музыкант с огромным диапазоном, я могу сказать, что это просто какое-то мяуканье. У меня кошка так же. Какой у вас диапазон? Какой у вас голос, уперух? Меццо, сопрано, сопрано, контральто. Мы подготовились, я смотрю. Какое мяуканье? Вообще-то у меня гнессинка. Короче, недавно написала песню, буквально на днях, пару дней назад. Называется «Сердце пополам». Я хочу вот кусочек исполнить этой песне. Сердце пополам, лови мою половинку. Забери меня ты на свою вечеринку. Хватит уже думать, подожду еще минутку. Где ты, 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 где ты? Да х** он, раз. Вот это вот где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты. Я так и не поняла, кого она потеряла. То ли мужика, то ли носок под кроватью. Но хотя бы ей с голосом повезло, в отличие от предыдущей недопевицы. В общем, я считаю, что богиня шопинга здесь я. Я приехала на это шоу, я люблю побеждать. Я уверена в себе, и я единственная, выгляжу действительно стильно. Во-первых, я как имиджмейкер по своему второму образованию могу сказать, что не должно быть столько одного цвета. То есть максимум одного цвета три детали должны быть. А у нее она вся в розовом. И это, ну, извините, бескусица. Если человек слизывает в тупую с кого-то стиль, ну, значит, у него просто нет своего стиля. И он боится как-то себя показать. Он себя стесняется. Я не боюсь. Поэтому я должна выиграть. Я считаю себя богиней, в принципе, даже не шопинга. В принципе, мое ЧСВ крайне зашкаливает. Сложно, конечно, в это поверить. Я не понимаю, насколько надо быть безвкусной, чтобы одеться так на богиню шопинга. И выдавать себя за богиню шопинга, за стильную женщину. Я протестую за такое. Я считаю, что все-таки богиня шопинга я. Милые дамы, как бы вы ни пижонились в этом замечательном помещении, но богиня шопинга здесь одна. Это моя супруга Екатерина Валерьевна Богданова. Это мы посмотрим. Вы в лучшем случае составите более или менее удачный фон для моей богини. Приветствую вас, леди и джентльмены. Наша ведущая сегодня Люся Чеботина. Это замечательная певица. Она как солнышко Монако, понимаете? У нас впервые мужчина в программе. Вы знаете? Да, моя жена богиня шопинга, а я просто хедлайнер. А вы реально вместе шопиться пойдете? Да. Вам нравится шопинг? Вы же мужчина. Я все ради своей богини. Вот чего угодно сделаю. Итак, переходим к заданию. У вас есть 15 тысяч рублей и 3 часа на то, чтобы найти сногсшибательный лук. Бюджет бы побольше. Материал гелл нет. Нет, не материал гелл. Ладно, что есть, то есть. А 3 часа хватит. Я готова озвучивать сегодняшнее задание. Вы отправляетесь... На свадьбу. Но не просто свадьбу, не в качестве невесты. А на свадьбу бывшего. Я думаю, что я осилию это задание. Что свадьба у меня была, бывшая имеется. Осталось только подобрать наряд. Надо сделать так, чтобы вы затмили невесту в этот раз. Супер. Задание понятно. Все, я вам желаю удачи. Смотрите, выбирайте самый секси-хот-лук. Пока. Я вам желаю классно провести время. Благодарю. До встречи. До свидания. Водения, мы люди талантливые. Нам любое задание по колено и любые горы по плечу. Понимаешь, колен в случае чего втихую тебе добавят. К этим 15 тысячам еще тысяч полтораста. Но так, чтобы никто не видел. Какая щедрость. Заодно добавь лучше на педикюр своей женщине, а то вон никакие ножки. У меня педикюр 3500. 3500. Ты за такое не ходишь. Я 3500 ежемесячно плачу. Я тебя приведу в этот салон и покажу этот приз курант. Ты покажу моего мастера, посоветую. Так что чава-корова дада, а мычи-мычи дальше. Богиня. Как тебя бомбануло. Бомбануло. Потому что я деньги на это трачу. Сидела тут аристократка, леди. Превратилась в туалетную бабку просто. Богиня. Богиня. Не надо тратить время свое на скандалов. Нормально это? Это вообще нормально? Боль. На шопинг. Короче, настолько ее вот эта вот тема задела. Не жаль. У них денег нет. Не хватает. Человеку, которого все в достатке, не будет сидеть. Говорит, сколько у нее стоит педикюр, когда педикюра нет. Но на самом деле, настоящая богиня шопинга из-за 15 тысяч найдет офигенный лук. Да и за 5, и за косарь. Было бы желание. Да. Идем шопиться. Я просто не могу выбрать плохой наряд. Я же богиня шопинга. Сложнее всего подобрать наряд будет однозначно жене Должанского. Ну, все понятно и без слов. Я вообще не считаю никого конкурентками. Я думаю, что там будет все плохо. В общем, не получится ни у кого. Я выиграла. День и ночь. День и ночь. День и ночь. В семейный бизнес. День и ночь. Вместе. Зачарованные и сверхъестественные. По будням с 16.00. На субботе. За нашей дверью кто-то скрывается, а кто неизвестно. Может быть, это Филипп Киркарео. Может быть, это Алла Барбарисовна Пугачева. А возможно, это Кристина Абрыгайте. Сейчас мы с вами и узнаем. Делаем лютый гоу. Сердце пополам лови мою половинку. Забери меня ты на свою вечеринку. Ну, давай приглашай в свою ты квартирку. Привет, ребята. Мало того, что с песни начали. Этот розовый костюм. Ну, господи. Отмотали. Привет, ребята. Привет. Ты такая классная. Я Зайра Киса. В России меня прозвали русская Ариана Гранде. Она сильно похожа на Ариану Гранде. Как я на Дженнифер Лопес. Она секс. Она очень хат. Такая колоритная Лара Назира. Ее реально зовут. В этом платье я снимала клип с Арианой Грандой. Что? Она снималась в клипе Арианы Гранды? Стоп. В этом платье же Милохи на премиум с тобой выходил, нет? Точнее, не с Арианы Гранды, а просто на ее трек. Я на ее песню сняла клип. А, у меня вчера в гостях Бейонса была, кстати. Ну, в не смысле прям у меня дома. Ну, как в клипе у себя. Кстати, снимали мы этот клип в торговом центре в пространстве для блогеров. Пространство для блогеров в торговом центре – это вот эти вот, знаешь, ящички, куда сумки запихивают. Вот это, каждого туда засунуть. На, понимаешь, замок и ключ. Ну, платье, клеенка. На ней хочется съесть хаш. Такая зажигательная девочка к нам пришла. Ну, ой, огонек, огонек. Несите огнетушить, тушите Арианту нашу. Вот этот вот целлофановый пакет розового цвета смотрится дешево, выглядит странно. Оно не супермодное, хотя такой оттенок розового действительно сейчас актуален. Это платье. Подобное платье я увидела на Ариане Гранде. Правильно я сказала? Ариане Гранде, правильно? Так вообще говорят, нет? Мало того, что воруешь клипы у нее, песни, образ, так еще и склоняешь ее. Срамота. В этом образе я прям ощущаю себя Арианой Грандой. Арианой, опять. Арианой Грандой. Арианой Грандовой, говори нормально. Тапки, вы заметили, да, наверное, они универсальные. Это королевский, королевский лебедь, да? Королевский лебедь. И эти голуби на ногах бедные мне. Ребята, держитесь, мы вас спасем. Я купила это платье специально, чтобы произвести впечатление на одного молодого человека. А это платье смотрится симпатично. И его форма, и этот принт вполне себе уместен. Если, например, дополнить этот образ коверсайз джинсовой курткой, то он будет смотреться еще интереснее. И он не оценил. Мы просто поссорились в этот день, и я его больше никогда не видела. Но мне кажется, она с запросиками. Он понял, что он не потянет вот эту нашу потрясающую Лару Назиру кису. И решил сдать ее в кошачий приют. Вы, наверное, подумали, что это носки для ног. Но нет, это носки для рук. Ой-ой-ой, ты ж моя. Слушай, ты знаешь, ты поищи, может, где есть носки для мозгов. Вот ты и не застужай. Вот это приобрети. И носи регулярно. У меня есть еще сумки. Самая моя любимая – это вот эта. Я тоже как-то хотел себе купить такую сумку. Они такие маленькие, сумки 15 тысяч. Сделайте скидку пенсионерам. Я ее ношу только в особенных случаях, когда я в пространстве для блогера. Пальчик покажи, она похочет. Нет, ну, сейчас сейф подумает, что я сумасшедший, да? Это мой сценический наряд. В нем я довольно часто выступаю. Это платье не выглядит стильно или как-то суперэффектно для выступлений на сцене. Мне кажется, что рано ты еще выбираешь такие тяжеловесные, такие взрослые вещи. На одном прекрасном вечере в один момент все стали аплодировать. Я такая думала, блин, да, я такая классная, я так классно пою. Но когда я опустила голову, я поняла, что я классно кружусь. Платье просто зацепилось вот об этот подул и все вылезло наружу вместе с моей миссиси Ау. Ну, видишь, вот в чем твой талант. А ты петь, петь. Ну что, уже весь мир знает про мой потрясающий голос. Теперь я хочу продемонстрировать свой потрясающий стиль. Погнали на шоппинг. Это, конечно, не шоппинг в Лос-Анджелесе, но я уверена, что главное – это вкус. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По-моему, я просто кошечка мяу. Кошечка мяу. Слушайте, несите блюдечко ей, молочко нальем, пусть оно на карачке станет, немножечко полакает. Ну что, как мой наряд? Мне кажется, это очень кринжово, как я и хотела. Я не скажу, что это кринжово, я бы сказал, что это глупо. И ты не так уж прям искусно, интересно сочетаешь вещи. Я бы надела это на свадьбу к бывшему, чтобы просто кринжануть и показать, как мне безразлично вообще на твое существование. Понял? Она как будто к конкретному человеку прям обращается. Понял? Мне аж неловко стало, мне как будто бы я ее бросила. Я не бросала ее. Я вам обязательно могу спеть прямо сейчас, например. Ты нам с порога там так красиво спела, что больше не хочется. Остановите любовь, это не честная игра, в небе остынет звезда. Зачем они все так поют? Они у Тимати взяли эту привычку, да? Шипящие звуки, они все вот так поют. А может быть, Соса Павлиашвили? Тут уже два варианта. Можно я не буду шазамить? Да? И на рингтон ставить тоже. Я снимала пранки с Арианой Гранде. Пранки, это что такое? А, розыгрыш. Ну, ты-то скажи розыгрыш, да? Но видишь, что взрослые люди сидят. Ну, что я должен ты-то думать, пранки-шманки? Самый большой мой пранк набрал 40 миллионов просмотров. Она реально в маске, как похоже на Ариану Гранд Каньон. А это Лара Назиро Кисы. Пар батон. Я не понимаю, как это можно носить. Я, конечно, не хочу обесценивать вкус других людей. Но, типа, это пипец. То есть обесценивать зрение других людей, обесценивать слух других людей вот этой вот своей билибердой, она может. А вкус нет. Повесь на место. Он, Леонтьев, придет, примерит этот костюм. Ну, вообще солидарно, конечно. Леопардовый окрас пускай носят только леопарды. Ну, и я купальник. Я что-то вот недавно говорила про леопард, про то, что мне это не нравится, бла-бла-бла. Это немного другая пятнистая история. Я могу сказать, что этот костюм выглядит вполне себе достойно. Более того, и полностью в комплекте, и даже если бы мы развели эти вещи по разным образом. Я никому, запомните, никому и никогда не позволю ничего плохого говорить про свою собаку. Про свою собаку? А собака там как оказалась? Привет, красотка. Шопинг подходит к концу. Свадьба бывшего уже совсем близко, а это значит, что ты можешь заработать дополнительный балл от меня. Твоя задача найти в магазине шемезетку. Рассказка по носу запрещена. Удачи. Шемезетку. Что это шемезетка? Шемезетка! Ты просто кричи. Сейчас может откликнется кто-то. Сейчас она как выскочит, скажет, вот она, я. Времени очень мало, а баллы очень хочется. И давайте найдем шемезетку. Шемезетку. Итак, нашим участницам сегодня нужно найти шемезетку. Что же это такое? Само слово французское и означает шемиз, рубашку. А шемезет – это уменьшительное, ласкательное от этого слова. Кстати, есть еще и такой вариант платья-рубашки свободного покроя, которое называется шемиз и было популярно в 18-19 веке. В нашем случае имеется в виду женский аналог манишки. Соответственно, именно такую часть гардероба нужно найти нашим участникам сегодня. Друзья, я в отчаянии, я не могу найти шемезетку. Ладно, все, ну хорош. Ну какое ей можно было дать задание, чтобы она справилась? Ну какое, что найти в магазине? Выход. Спасибо, даже пакетик розовый. Ну что, я выбрала свой финальный лук. Я уверена, что сражу своих конкуренток, потому что перед вами богиня, богиня шоппинга она. Кто же у нас за следующей дверью? Может быть, это Бейонса, может быть, это Леди Гага, может быть, это Кэрли Би и Мэйби Ник Минаж. Не знает никто. А у нас за следующей дверью... Пойдемте к нам. Что такое? Фу. Господи, он сейчас из нее душу высосет. Меня зовут Катя Богданова, я певица, актриса, телеведущая, блогер, имиджмейкер и журналист. Мы играем в профессии, сейчас просто кто больше назовет или что. А также я жена, хедлайнера многих проектов Николая Должанского. И хоть внешне парень, совсем не атлет, и руна Златова пока не сыскала. Любим народом поэт-моргинал, горяк! А где мне можно купить глаза, которые это не видели? Давай, родная... Споем? Давай споем. Я даже не знаю, что хуже, споем или опять вы целоваться начнете. Мне по силам скользить, словно танк, мне как сплюнуть сыграть ва-банк, да... Вызовите кто-нибудь врача, пожалуйста. По силам скользить, словно танк, мне как сплюнуть сыграть ва-банк, да звезды мне рок или панк. А есть ли у него инсульт? Ну, посмотрите, что с человеком происходит. Ну, не может он так грациозно просто от природы двигаться? Реально, может, у него сейчас рука отнимется? Это движение имеет много разных названий. И оно вошло как бы в обиход под названием «Квадрат Должанского». Что он святым отцом подрабатывает параллельно? Что это было? Моим отца, сын и домогучий, это что такое? В Бьонсе последнее выступление. Там она поет, а не сзади вот этот 154 человека. Все вот этот вот «Квадрат Должанского» делают. Это самая дорогая вещь в моем гардеробе. Платье Кристиан Диор. И вон такой фон барон сидит. А, моя-то, а. Кристиан-то Диори ходит, а. Получите все там, кто на телестроечке-то сидел на лобном месте. Стоимость 450 тысяч рублей. Вкус просто дорогой тяжелый люкс, девочки. 450 тысяч? А сама пока говорила, значит, 450 тысяч, чуть не оступилась и не упала. А потому что врать нехорошо. Да, конечно же, оно не стоит 450 тысяч. Скорее всего, это фейк. Во всяком случае, в текущих коллекциях такого платья не было. И оно скорее даже по своей стилистике больше напоминает, ну, до моды Шанель. Хотя, господи, зачем вам это все знать, Катя? У вас он супруг какой-то. Я пришла на богиню шоппинга. Конечно, показать свой отменный, надеюсь, заценят вкус. Потому что я по второму высшему имиджмейкер. Не, подождите, имиджмейкер? Ничего себе, какие новые подробности вскрываются. Вот теперь мне стало вдвене интереснее наблюдать за развязкой. Это по какому второму высшему это имиджмейкер? Это кто у нас дает? МГИМО, да? Факультет имиджмейкологии? Кто там? Сергей Зверев преподает? Вот уже. Ну, надо ж надо быть такой брухухой. Платье тоже в категории брендовых вещей у меня стоимостью 250 тысяч рублей. Платье за 450 тысяч, да, за 250 тысяч. А обоики-то отклеиваются. Дверь вон там какая-то побитая. Что-то не сходится в этой истории. Вот это платье, если бы, конечно, оно было оригинал, можно было бы сочетать, ну, предположим, с какими-то макосинами. И тогда бы вы смотрелись, ну, скажем так, гораздо интереснее и лучше, чем вот эти вот все истории про 250 тысяч. Ну, серьезно. Это коллаборация Гуччи из NoFace. О, Господи, коллаборация. Вы как два коллаборации сидите тут. Когда же у них произойдет коллаборация со здравым смыслом? Да ну, я... Коля, как читается по-английски правильно? А точно это надо спрашивать у Николая? Он может прочесть по-английски? Ну, скажи северное лицо. Северное лицо, Брэн. Южная спина, например. Западная кутикула. То касаемо Данила Грачева. Мне кажется, его сейчас увезли уже в кардиологическое отделение с инфарктом, инсультом и сердечным приступом. Еще одна прекрасная, замечательная, волшебная вещь, которую я бы на твоем месте, Екатерина, конечно бы, сжег. Я считаю, если мои брендовые вещи Даниил Грачев оценит высоко, то такого плана платье, я считаю, что его оценит креативная Любятинка и очаровательный Роман. Что ж ты такая делаешь, а? С комплиментов начала запрещенка. Очаровательный, во-первых, я конченая мра... У меня в жизни настолько все плохо, что я ненавижу всех вокруг, да? Да. Платье рыготное. Вот как будто, знаешь, человек сожрал единорога и нарыгал. Роман Каграманов, я считаю, что мы с вами быстро найдем общий язык, поскольку вы рэп-артист. Я в рэпе тоже развиваюсь. Вот так, друзья! Сам того не зная, а я, кажется, рэп-артист. Мы на богине шопинга. С нами вместе Любятинка. У нее зачетная задница. Круче солнца, мы круче, чем крутые яйца. О, прям коллеги собрались. Ты смотри, рэперы. Прям банда. Теперь идем выбирать твой радикальный образ, моя богиня шопинга. Побеждать конкурентов. Любопытно. Спасибо большое, удачи. Катя, мы звезды, нам пошупиться, как нечего делать. С ними фотографируются. Господи, какая прелесть. Ой, это же еще налетели, налетели. Конечно, ну звезды пришли. Все, ну как оно, а как иначе? Богиня моя, хоть ты в блестках, хоть ты без блесток, ты всегда как бы великолепна. Он ее просто как куру гриль повертел. Она еще такая вся в этом, в этой фольге. Фурор произведу. Как говорила Коко Шанель, маленькое черное платье должно быть в каждой девушке в гардеробе. Вот, пожалуйста. Коко Шанель говорила, маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки, кроме вас, Екатерина. Вот так она и говорила. Она была провидицей. На самом деле, как-то еще более-менее нормальное платье. Ничего сверхъестественного в нем нет, но обратите внимание, что какие-то вот такие скромные вещи, они, в общем-то, вас не портят. И наоборот, могут как-то даже подчеркнуть особенности вашей внешности. Суя, как тебе? Ты великолепна, шикарна, прекрасна. Богиня моя, ты у меня лебедушка в этом платье. Лебедушка? А про какую лебедушку он говорит? Эту лебедку, которую закидывают, вот эту лебедку? Шмотки от кутюр. Для гламурных дур, может, и не всегда. Но если скажет она папе, куда, Диоры, Версачи и Гуччи будут на***ть смотреться дороже и круче. А говорит она, да, раза три на неделе на шелковой постели, в ароматах от Шанели, чтоб клопы не ели. То добавится к Диору даже Жан-Поль Готье, чтоб бриллиантами сверкала шмотьёна. Те бренды взять и вот так вот, как будто бы плевать. Вот этой красивой, замечательной песней. Боже, мне кажется, сейчас эти снобдоги все, 50-сенты все просто нервно закурили в сторонке, потому что конкуренция бешеная. Этот образ солидный, потому что этот образ похож на стиль Елизаветы Королевы. Этот бы образ похож был бы на стиль Елизаветы Королевы, как вы говорите, если бы Николай бы изображал бы на четвереньках сейчас бы Корги. Тогда мы прям не отличили бы. А костюм, сам по себе, симпатичный. Действительно, твидовая классика в таком бюджетном, скажем так, варианте, вариация на тему классического костюма Шанель. Багиня моя, ты в любом наряде для меня королева. У меня ощущение, что он просто забыл, какой зовут. Ты для меня твое высочество, и мы этот шикарный прикид обязательно на какое-нибудь яркое событие выгурием. Полидолжанский считается подкаблучником, жаполизом или подхалимом. Голосуйте. СМС-голосование доступны ровно час. Твоя задача найти в магазине Шемизетку. Подсказками пользоваться запрещено. Удачи. Николай, ну ты, ты, слушай, ты, у меня МГУ образование, давай, все на тебя. Кать, так а у вас тоже, знаете ли, высшее-то не одно. Ну давайте как-то извилинами своими покрутите. Шемизетка, извини, пожалуйста, шансоньетка, стриптизетка. Это какое-то французское слово, что-то обозначает. Давай наугад какой-нибудь выберем аксессуар. Пускай будет этот. Это типа медальон, какой-то серенький он. Носил бы такой, наверное, барон, но у нас он проканает за шемизетку. Ну что, у моих соперниц нет шансов. Потому что мы должанские. Йоу! Слава богу. Слава Мерлоу, я бы даже сказал, это закончилось. Ура! Ну что, друзья, у нас осталась последняя дверь в нашем сегодняшнем блюге. Кто же на ней скрывается? Смурфики какие-нибудь, может быть, инстасамка. Сейчас узнаем. О, приветики. Пришли навестить шопоголика в декрете? Проходите. Покажу вам виновника моего положения. А почему она считает своего ребеночка виновником своих бед, горя? Дети – это счастье. Дети – это жизнь. Меня зовут Диана Босс, мне 23 года. Босс? Диана Босс? Опять начинается. Там кисть, тут босс. Ама Босс и Диана Босс. Такая она вкуснятина. Вкусненькая лейди. Это мой сыночек. Ему два с половиной года. Его зовут Модест. На самом деле, весь мой декрет – это сплошная фикция. Шарлатанище. Шарлатанка. Я благополучно повесила обязанность ухода за ребенком. На маму. На своего бывшего мужа. Она была крысой. Все-таки у нас мальчик. И я считаю, что воспитанием мальчика должен заниматься мужчина. Не, ну нормально. А? Мать – кукушка. Я звоню, пусть говорят. Все. Мне не нравится ее отношение к ребенку и к пониманию материнства. Давайте закидаем ее камнями. Уважаемые мамочки. Это платье первое, которое подарил мне мой бывший муж. Я хоть его и не ношу, ну просто некуда. Или не хочется. Или еще что-нибудь. Или потому что оно на тебя мало. Потому что устарел дизайн. Диан, ну серьезно. Знаешь, ты вон ребенка отдала этому бывшему мужу. Ты платье ему тоже верни. Мало ли, может, ему нужнее. Именно с этой куртки началась моя болезнь. Я помню, что я была очень сильно расстроена. Я тогда поссорилась со своим еще будущим мужем. И как любая девушка, что я пошла делать? Правильно. Я пошла на шопинг. И мне, видимо, настолько сильно понравилось, что я начала тратить намного больше, чем раньше. Ну, судя по вот этому унылому гардеробу, знаешь, до этого ты тратила так где-то рублей 300 в год. А после такой трагической истории, ну сколько? Рублей 400 в год? Вот так. Она была Бетлджузом. Позови ее три раза, и она придет. Боже, какая зебра выскочила из чайника. Ой! Пожалуй, самый известный костюм из моей коллекции. Конечно, очень известный костюм. Это же тот самый костюм, который снимался в «Титанике». Два «Оскара» получил, три «Грэмми». В нем я чуть не утонула. В нем мне было прекрасно весело. И меня из-за этого костюма так же кто-то делал комплименты, кто-то оскорбил. То, что детечки, видите ли, повываливались, позволяю себе его надеть на какие-то мероприятия, хоть не так часто, как хотелось бы, потому что это муветон. Ты посмотри слова, какие она знает. Муветон. Куда она понабралась таких бранных слов? Наши принцессы Диана. А это прям настоящее олицетворение моего безумства. Как ни странно, она даже на меня еще налезает. То есть это ты называешь «налезает»? Вот это? А ты еще скажи, оно и хорошо сидит. Оно еще прям и застегивается на тебе. Я так люблю розовые, так люблю эту куртку. Это тебе кориане гранде. Это туда. Понимаешь, там у вас, может быть, палаты даже вместе должны быть как-то. Да? Через розовую ширмочку. Как не хочу ее выкидывать из-за того, что я ее не ношу. Что возможно, она перейдет по наследству Модесту. Ну, спасибо, хоть косуху. Ребенку не пожалела. Модесту я бы не давал такие вещи. Ну, как минимум, это муветон. Знаешь? Да как я ее сняла теперь? Я застряла, помогите. Мать застряла в куртке. Модест, беги. Ран, Модест, ран. Я серьезно застряла. Он такой, типа, насмотрелся, типа, взял, закрыл дверь. Все, уходи, ты мне больше не мать. Маме пора ехать на шопинг, а ты сегодня побудешь с няней, потому что папа болеет и не сможет с тобой посидеть. А вам я докажу, что даже мать в декрете может стать богиней шопинга. В смысле мать в декрете? Она ребенка отдала мужу. Какая мать в декрете? Что она рассказывает? Ты должна говорить. Я вам докажу, что мать-кукушка может стать богиней шопинга. Ну, хотя бы так. 15 тысяч на шопинг есть, 3 часа есть. Думаю, мы уложимся и останется еще мелком на вкусняшки. Дорогой, у тебя бы были флешбеки, если бы я пришла к тебе в таком на свадьбу. Напоминаю, это нашей первой брачной ночи. А есть же люди, которые до сих пор в эти ролевые игры играют? Это же такой кринж, так смешно. А в этом можно было бы быть монашкой. Вот в таком наряде, в принципе, можно и на свадьбу. И ярко, и в меру прилично. В таком наряде можно на похороны сходить, если снять салатовую вот эту хуйню. Платье, оно как комбинация. То есть оно подойдет ко всему. Даже в театр у него можно пойти. Оно красивое, строгое, черное. В данном случае я бы убрал эту желтую накидку, вот такую вот блузу, и заменил все-таки на какой-то более лаконичный вариант. Жакет или вот пиджак смотрелся бы неплохо. Даже если бы наша героиня выбрала бы, ну, скажем так, какой-то более яркий оттенок. Я вообще по жизни шапоголик. Да, мы видели, это такой шапоголик. Три вещи было. Три. Пустой шкаф. Это мы еще в холодильник не заглянули. Не посмотрели, а чем ребенка кормят. Бывает, что приходим купить что-то мелкому, какую-то футболочку, шортики. И как-то незаметно я покупаю себе большую корзину всего, а мелкий остается только с игрушечной машинкой. Ах, правильно, а зачем ребенку покупать что-то? У него же есть розовая куртка. А, все, понимаешь, упакован пацан. Такая вот вся из себя Афродита. Хочется посидеть на камушке, посмотреть на море, на закат. Диана, ты знаешь, даже, кстати, что-то похожее на Афродиту, может быть, даже на русалочку. У нее тоже были такие оранжевые волосы. Правда, она корни красила. Прикинь, даже русалочка красила в океане. Я не могу понять, а что ты добиваешься? Ты ждешь, пока они сами отпадут вот эти вот разноцветные узоры. Привет, красотка. Твою задачу найти в магазине шемизетку. Подсказками пользоваться запрещено. Удачи! Кого можно найти? Да ну, нахуй, я так уверена в своем выборе. Я проживу без одного бала. Так уж и быть. Так можно было? Что богиня готова к свадьбе своего бывшего. И я уверена, что с этим нарядом я выиграю. Иди удиви его, покрась корни. Сегодня финал богини Шовинга. И я надеюсь, что этот титул достанется мне. Я бы хотела увидеть Заиру в таком легком струящемся платье, с тонкими лямочками, с разрезиком. Возможно, там где-то будут стразы. Я думаю, что она будет больше в таком подростковом, несерьезном немножко стиле. Екатерина не умеет сдерживать себя в руках и вообще не подготовлена к таким суровым людям, как я. Как и к критике, в принципе. Ну, хочется подальше куда-то отстраниться, лишь бы все уже закончился этот страшный кошмар. Я стану богиней Шовинга, потому что я суперклассная, талантливая, творческая, пою, красивая. Красивая? Красивая. Ну что, богиня Шовинга уже преображается? Красивая. 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 Я видела в их глазах зависть, наверное, или разочарование, что они увидели меня в таком шикарном наряде. Не ожидали такого? Я сейчас чувствую себя прям вангой. Когда мы ждали, обсуждали, я вот описала что-то подобное. Правда? Струящееся платье с тонкими лямочками, с разрезом, вот просто точь-в-точь. У тебя однозначно очень идет. Мне кажется, образ был слишком простой. Ткань у платья кажется какой-то дешевой. Никакой вообще. Вроде как я ожидала что-то подобное, но это не вау. В принципе, почти полноценно, но не совсем полноценно. Ну, может быть, браслет, кортье можно. Говорит, что мне чего-то не хватает, хотя сама сидит передо мной в мятом платье. Ну, камон. Если есть мода, то она антимода. И поэтому от нее я не могу воспринимать вообще никакую критику. Заир, с заданием ты справилась неплохо, но победительница в этом шоу одна. И она я. Поэтому оценка вот такая. Я думаю, она сейчас выйдет в каком-то еще более откровенном, таком вдохновляющем мужчину наряде. Ей же надо покорять бывшего парня, поэтому я думаю, это уместно. Я думаю, она уже давно про бывшего забыла, поскольку хедлайнер постоянно с ней рядом. Николай, остынь. Богиня ты моя. Ты богиней всегда останешься. Я однозначно всех... Господи, да блин, та же самая Катя. Это вообще не конкурентка. Образ Дайры я уже видела, поэтому я вообще максимально спокойная, расслабленная. У меня однозначно самый... Образ Дайры. И сидят, значит, вот эти вот. Катя просто. Коля. И Заида. Диана, скажи честно, я тебе нравлюсь. Коля, нет. Если бы я совсем тебе не нравился, ты бы сказала Николай. А вот это вот такое, знаешь, с придыханием Коля. Коля, не увлекайся давай. Давай не увлекайся это самое. Как бы, окстись. Ну, кто ты и где я? Ну, нет. Просто признай, что я выгляжу и на этом, как бы, закончим. Все. Диана, ну, такое ощущение, что не на свадьбу к бывшему, а на похороны к бывшему. Где вы видели, чтобы так на похороны выряжались? Я думала, что будет наоборот принцесса, принцесса Диана. То есть будет что-то такое белое, такое платье, струящееся. Если ты говоришь, что платье тебе не особо нравится, ну, значит, это твердая десятка. Я вообще не понимаю, как можно выбрать из кожи платье, тем более это, скорее всего, дермантин. А он же не пропускает воздух. Тело-то будет, как бы, потеть, и что это, по ногам потечет все. Я не могу смотреть, как бы, я могу смотреть, как бы, понимаете, да? С декольте, конечно, я бы немножечко размер взяла побольше, потому что мне казалось, что вот-вот ее грудь просто выпрыгнет от нее и убежит. Конечно, приборщила. Прямо вот на выкат. И кажется, что даже так левый или правый сосок подмигнет нам. Если бы я была невестой твоего бывшего, я бы тебя выгнала. Ну, это очень эффектно и довольно вульгарно. Образ, который точно обратит на себя внимание. Заира, зайенька моя, чуть ли там дар речи не потеряла. Расхвалила мой образ. Спасибо ей огромное. Диана, образ классный. С заданием ты 100% справилась. Но мне не хватило нотки женственности, на самом деле. Поэтому я ставлю тебе 5. Богиня моя, вступай, завоевывай тебя, лимф. Он тебя достоин. От Кати я ожидаю... Да никакой я не ожидаю. Там и так все понятно. У человека нет ни вкуса, ни денег, ни... Она одеваться не умеет совершенно. Мы увидим что-то эффектное, потому что у Кати есть чувство вкуса, эстетика. И она сделает сегодня настоящее эстетическое шоу. Ну, если вы воспитали в ней чувство вкуса, то тогда вряд ли. Страшно представить, откуда взялась эта эстетика, с какой панели. Их альянс так вот сложился против Кати. Ну, это очевидно, что они сильную конкурентку чувствовали в Екатерине. Толковать дальше бессмысленно. Как бы ты при своем мнении, я при своем. У меня есть настроение насладиться сейчас выходом сегодняшней богини шопинга. Я богиня гламурной арены. Мне простятся любые измены. Всегда в топе любые темы. На бабло сведены все схемы. Мне кристаллом польешь на грудь. Но не думай, что сможешь вдуть. Песня называется «Богиня». Как все символично, как все совпало. Браво! 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 Коля, блядь, вообще, как заезженная пластинка. Вот тащит Катину самооценку как может. Моя богиня, моя Катюша, моя Катинка Богданова. Лучшая богиня шопинга. Я бы хотела извиниться, кого обидела словом или делом. На самом деле я хочу, чтобы больше было позитива. Человек, который принимает, понимает свои ошибки, это прям респект, реально. Блин, что это за понты дешевые? Ты вышла извиняться? Зачем? Чтобы тебе балл поставили повыше, никто тебе уже не поставит. Ты уже себя показала, уже поздно что-то делать. Я хочу каждой из нас подарить цветочек в виде того, что ну, каждая для себя, она все равно богиня. Каждая девочка достойна. Внутри себя. Я не люблю розы. Золотые слова. Хорошо, это твое дело, ты можешь не принимать. Видимо, это ее уровень, класть мне в ножки цветочки. Вот пускай она вот там вот и остается вместе со своей самооценочкой. Я думаю, будет грамотно, красиво, культурно и благородно, если мы все три цветочка подарим той, которая соглашается их принимать, милой девушке Заире. Хозяин-барин. Я, честно, удивилась. Мне приятно, правда. Когда ты зашла, я сначала думала, что будет либо какой-то кринж, либо что-то реально прикольное. Мне прям реально понравилось, как это все очень мило выглядит, но это не совсем эффектно. Лук Кати мне понравился, но я считаю, что она не выполнила задание. Это не столь эффектно. Там примерно так же будут одеты все. Мне Катя прям в своем образе напомнила вот эту вот мертвую невесту из мультика. Она такая костлявая, худая, платье на ней висит. Катюш, если бы это была не свадьба бывшего, я бы, естественно, до того, что какого платья белое, но свадьба бывшего. Как бы окей, подраконим невесту. Меня хоть на Катю. И не обижаюсь, не держу зла. Но наказать обязана. Ну и лук мне ее, собственно, не понравился. Поэтому Катенька вот. Девушки, вы прошли по подиуму. В силу своих талантов показали наряды. У меня в этой связи возник в голове план мечта. Я хочу его осуществить, к вашему удивлению. Когда Коля сказал, что нас ждет сюрприз, и ушел. Я думала, это и есть сюрприз, что он ушел. От Коли можно ожидать, наверное, какой-то... Что? Что? Это просто трэш. Я не знала, куда себя деть, реально. Но этот образ мой психиатр будет стирать десятилетиями. Милые дамы, несколько лет назад я принимал участие как официально приглашенный модельмен. Я решил выйти и просто показать вам, как надо правильно, грамотно ходить по подиуму. Ну, у Коли опыт, извините. Он все-таки модельмен был у Славы Зайцева. Поэтому опыт-то не пропьешь. Я вообще не знаю, где Должанский и где подиум. Эти вещи, они не должны пересекаться. Они не могут пересекаться. Что? Молодец. Ой, Николаю креативности не занимать вообще. Привет, девочки и мальчики. Очень, кстати, классно подготовились. Для начала давайте узнаем, нашли ли вы шимизетку. Заира. Я не нашла. Я думала, что это кепка, шапка, шляпка. Диана. Я даже пытаться не стала. То есть ты решила просто забить на мое задание? Я не знала, что это такое. И я как-то уверена в своих силах. Хорошо. Катя. Мы нашли. Так, и что это? По нашему предположению, это кулон. Катенька, шимизетка – это рубашка. Легкая рубашка, прозрачная. Ну, я попыталась. Так что это не кулон. К сожалению, из вас никто не зарабатывает от меня дополнительный один балл. Он вас мог, конечно, привести к победе, но предлагаю сейчас узнать, какие баллы поставили друг другу. Меньше всего баллов у нас сегодня получила Заира. У тебя пять баллов. Реально. What the fuck? Огромные надежды я возлагала на Заиру. Готовилась, что вот. И десятку. Но на свадьбу к бывшему такой наряд не пойдет. Поэтому, Заира, это моя оценка тебе. У Дианы и Кати сегодня поровну. Ваши соперницы оценили ваши образы в шесть баллов. Диан, в целом неплохо. Но если бы не вот эти вываливающиеся буфера, если бы другой материал платья, то было бы лучше. А на данный момент мой вердикт вот такой вот. Диан, личные обиды ни при чем. Он ли бизнес? Катя, ты молодец, образ хороший. Но мне не хватило эффектности. Не было такого эффекта вау, поэтому моя оценка пять. Но будет ли солидарен с вами наш Бурмута, наш фэшн-эксперт Данил Грачев? И мы все в мандраже в таком. Кто же, кто же, кто же? Первый свой конверт откроет. Катя. Катя, для свадьбы бывшего вы выбрали, ну, какой-то, как по мне, суперскромный наряд. Во-первых, это просто платье, которое вы не дополнили ничем. Оно телесного цвета и сливается с вашей кожей. Оно довольно-таки простое по форме и не выглядит торжественно или празднично. В общем, мне кажется, что это скучный, унылый, абсолютно блеклый образ. Пять баллов. Диана. Диана, что касается вашего финального выбора, мне это платье симпатично. Оно напоминает немного и нью-лук, но в коже. Но мне бы хотелось, чтобы вы дополнили этот образ более яркими и заметными аксессуарами. А те аксессуары, которые есть, они не спасают. Они не настолько очевидны. У Дианы шесть баллов от Данила Грачова. Заира, твоя очередь. Смотрим. Заира, ну, в принципе, могу тебе сказать, что благодаря твоей внешности и фигуре это платье сидит хорошо. Мне нравится его такой металлизированный эффект. Здесь есть сексуальная нота. Мне кажется, это вполне уместно для нашего задания. Я считаю, что это платье замечательно смотрится. Но ему не хватает аксессуаров для того, чтобы я сказал, что это не просто платье, а полноценный образ. Семь баллов. У нас получается ничья между девочками Заирой и Дианой. Предлагаю в этот раз выбрать победителя только по той оценке, которую вам поставил Данила Грачев. И богиня шопинга у нас становится Заира. Выходи ко мне, я тебя поздравляю. И победа у меня. Ура! Несмотря на твои попытки, Катенька, всем по колам и тем самым попытаться выиграть. Такое. Знаешь, мне кажется, настоящая богиня бы не стала таким коварным способом пробивать себе путь к Олимпу, так сказать. Как говорится, на войне все средства хороши. Я в себе уверена. И я иду дальше. Я еще возьму очень много наград. И для своего мужчины я являюсь главной богиней шопинга. Субтитры создавал DimaTorzok